Так, дорогие друзья, я к вам ненадолго, буквально хочу вот в завершении сказать, вот мы все, закончили работу, на часах у нас уже пол, пол, полдесят, не, пол девятого, пол девятого, и мы с вами не так давно встречались, всем привет! Привет! Я вам рассказывала о своих планах на сегодня, что мы сегодня отрабатываем modal verbs of deduction, и потом мы с вами говорили о импровизации, о том, как наш мозг там по ходу включается, и какие-то идеи возникают, что-то мы докручиваем, подкручиваем. Вот я хочу буквально с вами еще раз поделиться, во-первых, я сейчас быстренько объясню еще раз задание, которое мы делали с моими апперами на тему modal verbs of speculation, и потом я вам чуть-чуть дорасскажу, как во время урока у меня еще мозг довыдал какие-то, докрутил это задание, да, то есть это была такая уже почти free practice. Значит, итак, для того, чтобы хорошо попрактиковать modal verbs of deduction, must, may, might, could и так далее, что я предложила своим студентам в качестве практики? Они работали у меня в парах, и я придумала картинки, ой, придумала, я их нашла просто быстро за 2 минуты в интернете, потом я их вот так вот разрезала, просто взяла так ножницами и на кусочки разрезала. Здравствуйте, здравствуйте, дальше, я выдаю каждой группе, каждой паре, я приготовила разные картинки, да, у каждой пары есть своя картинка. Итак, я выдаю, например, сначала один piece, один piece, и они, их задача предположить, что здесь происходит, да, и они, допустим, говорят... И вот они так вот концентрируются на каждой детальке, то есть я им там дала... Инструкции, объяснила, как, например, даже если они говорят, что вот на стуле стоит стакан, зачем? И придумывают, да, вот они разные варианты modal verbs of deduction в разных временах, это оперовский уровень, поэтому они у меня тут работали как бы и с континиусом. Так вот, значит, один кусочек они вот так обговорили, обговорили, я видео уже маленькое, коротенькое опубликовала, так пока они не видели, я их чуть-чуть поснимала, как они начали, так вот разогрев. Как только я вижу, что у них уже иссякла фантазия, я им даю второй кусочек, да, второй кусочек, и они опять начинают. По-моему, они сказали, что это для унитаза, знаете, вот это вот пампер, на самом деле, it's a lamp. Им очень интересно, потому что, когда уже картинка начинает вырисовываться, они видят, да, совпали их предположения или не совпали, да, вот в этом же и суть самой структуры. Мы предполагаем, 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 и вот таким образом, то есть я наблюдаю за группами и стараюсь давать им кусочки по мере того, как вижу, что у них уже заканчивается imagination относительно очередного кусочка. Более того, в какой-то момент я вижу, что одна пара работает быстрее, и как-то вот у меня уже картиночки начинают заканчиваться. Что я делаю? Я беру следующий piece и просто ножничками разрезаю его еще на две части, да, и тем самым, как бы, добавляю им практики, да, время, растягиваю так, чтобы они у меня были примерно в одно время. То есть у меня на уроке там, сколько было сегодня, четыре пары, то есть я слежу, чтобы они работали в одной скорости, да, но в любом случае они разные, поэтому я, если что, еще нарезаю, нарисаю и таким образом регулирую скорость. Так, хорошо, но когда уже картиночка начинает собираться и собираться, уже становится более-менее ясно, да, что там происходит. Причем картинки желательно находить такие, где будет вот всякой разной много мелочевки, да, вот такой вот мелочевки. И как бы уже остается у них, остается у них там, допустим, им не хватает буквально три кусочка для полной картины. Тут мне приходит мысль в голову, то есть, ну, им уже легко догадаться, да, что, что, когда я им даю очередной кусочек, им уже легко как бы описать, я им усложняю задание, говорю, перед тем, как я дам вам следующий кусочек, предположите, чего здесь вам не хватает, да, чего вам не хватает, и они говорят, Потому что они видят кусочек там футбольного мячика, и так далее, и так далее. То есть, они попредполагали, попредполагали, что у них там отсутствует, потом я им, значит, очередной кусочек додаю, они, а, да, ура, угадали, или, ой, нет, не угадали. Но на этом мой мозг не останавливается, и мне все-таки хочется сделать какой-то такой вот заключительный маневр, который бы как-то объединил все эти три пары, или сколько там, четыре пары, нет, три, три пары у меня было, вот как-то, чтобы вот коммуникация пошла уже не только между партнерами, но и между всеми, кто тут присутствует, и что я делаю. Остается по последнему пису, по последнему кусочку, и я, вместо того, чтобы просто отдать каждой группе свой кусочек, я... Что там у тебя люди? Ну да, я вообще удивилась, что у вас еще сейчас... Не, я сейчас быстро. Так, и вместо того, чтобы просто тупо дать один кусочек последний, вот, да, я одной паре даю кусочек чужой, да, я каждой паре даю чужой кусочек, и говорю, не показывайте друг другу, не показывайте. Потом, например, одна пара начинает описывать недостающий кусочек, и все там детали, они начинают предполагать, что же там может быть, и другие пары слушают, понимаете, вот возникает коммуникация между студентами, слушают, и как бы догадываются, они же у них есть кусочек, ага, значит, этот кусочек принадлежит той паре. Выяснили. Потом эта пара не просто отдает, дайте вам ваш кусочек, они начинают задавать им всякие разные вопросы для того, чтобы та пара детально описала, что, возможно, находится на недостающем кусочке. И там, например, они говорят, те, которые выпрашивают свой кусочек, они говорят, there must be a part of the hand of the robot. Те говорят, yes, that's right. What else is there? Те говорят, ну, наверное, там, there might be a cooker. Окей, бинго, what is on the cooker? Те говорят, there must be a pan. And they say, no, it's not a pan. There must be a frying pan. And they say, yeah, bingo. Ну и вот таким образом, да, пока они не угадают, да, вот все-все детали, те им не отдают кусочек. Как только они все угадали, они им отдают последний кусочек, те там ставят обратно, и вот так вот по кругу-покругу каждый свой кусочек получил обратно после вот такого вот interaction, да. То есть вот это уже как бы то, что я называю докрутить задание по ходу урока, потому что мозг начинает работать как раз во время, ну, в реальной ситуации, да. Так, кто меня слушал сейчас, скажите, я понятно объяснила, что я делала и как я делала, и кому эта идея понравилась? Даша, спасибо, понятно. Кто готов уже попробовать? Очень, играть еще веселее. Да, да, понятно, очень классное задание. Да, смотрите, у вас, конечно же, может быть, у вас не аперовский уровень, и, может быть, вы не проходите сейчас model verbs of deduction, но идея вот как раз для этой темы то, что надо. Но даже если еще не такая сложная грамматика, вы можете другие темы проработать таким же образом, да, например, там, я не знаю, there is the raw, там то, там это, и вот так вот потихонечку додаете, додаете кусочки, да, и детям как бы интересно, они собирают пазл. Конечно, это можно под любую другую, как скучно я учу английский, это можно под любую другую тему подогнать, вы уже, конечно, там включаете свою смекалку, но принцип понятен, да, вот. Вот, и на что я хочу обратить ваше внимание на то, что на протяжении всего, на протяжении всего этого задания ученики общаются между собой, учитель выполняет какую функцию, я выполняю функцию только facilitator, только я подкидываю им эти карточки, я смотрю за скоростью, я где-то там разрезала карточку на две части, там, да, продлила им и так далее, так далее, и только даю инструкции, 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 мой ТТТ минимальный, абсолютно минимальный, но при этом я мониторю, я где-то что-то помогаю, где-то подсказываю, где картинки скачала, да ради бога, заходим в Google, вбиваем Pictures for Description, я даже написала, по-моему, ESL Pictures for Description, зашла сразу в Images, в картинки, и сколько хочешь, выбирай на вкус и цвет, картиночки желательно, чтобы были такие, где будет много всяких разных деталей, да, вот мелочевки вот этой вот, чтобы им было удобнее работать, да, я вот идею из вашей группы с бумажными домиками воплотила в жизнь, как раз конструкция Дориз Доро, да, это вообще шикарно, шикарный проект, присылайте свои фотографии, делитесь, показывайте, будет интересно, похвастайтесь, хвастайтесь нам, тоже с домиками работать, это знаете, как у меня одно время весь интернет был в снеговичках, на Новый год сплошные, эти, были снеговички из носков, а сейчас у нас весь интернет будет в домиках, во всех группах мелькают уже эти домики, вот, ну, а теперь можете попробовать еще вот такой вот активити, на мой взгляд, очень интересная, все, дорогие мои, я закрываю офис, Тая там уже собирается, все, студенты разошлись, мы на сегодня закончили, желаю вам приятного отдыха и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok